добрый день сегодняшний ролик мы посвятим удивительнейшему человеку музыканту поэту писателю группы которая ну можно смело сказать из немецкоязычных групп группа номер один группа всем известно наверняка рамштайн речь у нас пойдет о их не в лидере теле линдемане тиль линдеман вы знаете несмотря на наверное обратили внимание на провокационное название нашего сегодняшнего ролика почти советский человек речь идет действительно о том что тиль уроженец германской демократической республики а у нас был уже ролика представители бывший гдр это было не на хаген поэтому немножко все-таки для молодого поколения скажем что такое германская демократическая республика это не та германия которая сегодня до падения берлинской стены в общем то было две германии восточной и западной от восточной как раз есть гдр там фактически все было точно так же как в советском союзе и с единственным но конечно уровень жизни был намного выше у нас всегда ценились например те военнослужащие которые служили в гдр ценились конечно дамами потому что у них было доступно много чего которое советский человек не видел и вообще германской демократической республика была развита как промышленности спорте в культуре в общем то конечно по сравнению с фрг с федеративной республики германии западной германики были некоторые моменты давайте скажем так отсталости но тем не менее это было фактически европа и есть европа но тиль вспоминает свое детство детство у него было достаточно безоблачным родился он 4 января 63 года в лейпциге говорит о том что он впитывал самого детства все советское русское школах учили русский язык были пионеры помните как в одной из песен рамштайн пионеры там и тут песни ленина поют эта песня москва вот с одного из их альбомов в общем то все было также даже было свое кгб комитет государственной безопасности который в гдр назывался штазе и до сих пор фильмах про разведчиков различных периодах холодной войны про спецслужбе все выделяют штазе как одно из самых квалифицированных жестких и грамотных спецслужб мира поэтому тиль в общем то не то чтобы рос палочной атмосфере этого быть не могло потому что отец у него творческий человек вернер линдеман писатель автор 43 книг в основном писал для как это называется для детей и юношества некоторые книги отца переводились в советском союзе были изданы на русском языке то есть личность гдр была известна как и мама бригитта журналистка которая тоже в общем то была на плаву родители были что называется устроены единственный конечно нюанс творческого человека в данном случае речь идет об отце был том что иногда бутылки прикладывался и выражал свою фе окружающей действительности но теле это вспоминает так мягко почему потому что отца он очень любил отец его умер девяносто третьем году именно говорит благодаря отцу я почувствовал что такое отношение к людям в природе к миру именно с точки зрения писателя и поэта творческого человека отец он говорит выводил меня за город и мы шли по лесу обращали на некоторые такие нюансы вот например как луч солнца птицы трава вроде все банально но тем не менее листва окружающая действительность в общем-то прилавала совсем другом цвете отец подавал это совершенно по-другому и вы знаете у теле поэтический дар открылся конечно довольно рано надо сказать что на сегодня у него вышли две книги стихотворений которые были очень успешно распроданы выходили они на русском языке обе эти книги то есть как поэт он очень своеобразен но и как личность естественно тоже тиль с детства был отдан спорт что называется была такая система спортивных интерната в советском союзе в гдр гдр воспитывала пловцов массовый на поток но еще легко атлета вот как раз стиль попал в пловцы у него хорошие физические данные для пловца и поэтому он вспоминает с 10 лет были каторжные просто тренировки надо сказать что в 1973 году впервые попал советский союз будучи десятилетним пацаном участвовал в сборах как он сейчас вспоминает большом сибирском городе новосибирске и подавал он надежды как спортсмен даже был в определенном так называемом шорт-листе спортсменов на московскую олимпиаду 1980 года но не попал туда потому что незадолго до этого на чемпионате европы среди нью-йорров во флоренции в италии он попал в секс с скандал секс скандал это громко сказано просто пацану не сидела с гостиницы и вечером он выбежал ну вы знаете куда ему надо было бежать а бежал он секс-шоп потому что хотел в общем-то купить порно журналы которые в гдр были не очень-то распространены а вернее вне закона как в общем-то и в советском союзе ну штази бдительная служба не конечно его отловили пацана поставили на вид отец немножко ситуацию конечно загладил но дорога сборную было тилю закрыта конечно впоследствии вспоминал что это преувеличено все в основном помешала дорога сборную карьера плавание это травма живота возникшая мышечная от больших очень чрезмерных нагрузок это например вы вы поймите правильно селекционеры функционеры тренеры в гдр давали спортсменам очень сумасшедшие нагрузки это я знаю не понаслышке от то что сейчас делает китай там очень сумасшедшие нагрузки и принцип какой берут спорт с малолетства с четырех лет и давай шуровать нам интересно другое как тиль все-таки попала музыку вот несмотря на то все окружение отец спорт творчество вы знаете парадоксальная вещь вроде бы гдр фактически центр европы но с музыкой там были тоже проблемы например западные рок пластинки имели такую же сумасшедшую стоимость как и в советском союзе тиль вспоминать что он купил свою первую пластинку группы deep purple это его первая была западная пластинка концерт стомбрингер отличный концерт и потратил на нее всю свою месячную зарплату на тот момент будучи юношей 580 немецких дочь марок но я имею ввиду германские демократической республики марок не западной германии и поэтому но пластинки были сумасшедшие то что мы как-то говорили в наших роликах постоянно что и у нас была такая ситуация например хороший винил стоил ну по пол зарплаты инженера мог и почти всю зарплату потянуть ну 50-100 рублей это стандартная цена была то же самое в годы поэтому как бы запретный плод был всегда очень сладок и единственное что конечно было огромное отличие это под боком федеративной республика германии тиль вспоминает что многие упрашивали стариков которым разрешался переезд западную германию туда назад по родственной линии и они привозили под страхом и риском определенные пластинки конечно судьба рамштайна многим известно мы не будем повторяться группу это создали в 1994 году тиль туда попал совершенно ну давайте скажем так дело случая он жил тогда в деревне недалеко от города шверин занимался исключительно как это можно сказать сельским хозяйством в основном помимо фермерских забот он очень хорошо изучил плотницкое дело столярное дело и плел корзины за счет этого и жил вся деревня к нему приходила как хорошему плотнику и столяру в это сейчас наверное не очень сильно верится но это было так прославился он тем что собирал у себя в доме всю окружающую молодежь конечно пьянствовали веселились слушали музыку и вот таким образом туда случайно залетела группа ребят которые в общем-то создали рамштайн это произошло в 1994 году дебютный альбом вышел в 1996 году рамштайн он произвел фурор сумасшедший сходу потому что так называемый танцевальный металл как сами себя группа называла никто особо не воспринимал до определенного момента при том еще ребята пели на немецком отказавшись от английского языка а вы знаете немецкоговорящим группам очень тяжело пробиваться на англо-американские рынки вообще-то но тут повезло случайно их не альбом хотя случайности не бывает попался культовому режиссеру дэвиду линчу он как раз тогда работа над фильмом лос хайва и последнее шоссе альбом этот подсунул ему тренд резнер вам известный лидер группы на и начнем с у него был ролик она у нас был ролик о нем и в общем то это все сыграло линч был поражен музыкой ребят и запустил их два трека в свой фильм а вы знаете попасть в такому режиссеру в звуковой ряд это значит ты уже попал в обойму шоу-бизнеса по-настоящему тиль очень известен своими выходками на сцены он настоящий пироман вы вы видели выступление наверняка рамштайн не видели обязательно посмотрите это просто зрелище не для слабонервных занимается он и сольной карьеры вышло у него два альбома skills in pills 2015 году и фрау ондман fnm называют его сокращенно по аббревиатуре 2019 альбомы были успешны и очень популярен теле у нас на постсоветской империи например в 2019 году он спел и сняли клипс очень красиво сделала то с душой называется песня известно вам любимый город в оригинале я пел марк берн с фильме истребители ну теперь вы знаете с душой он общет в таком типаже вот как-то мы говорили что ну советский человек все в этом у тебя это он говорит там было много конечно плохого но было много очень хорошего но почему-то хорошим сейчас просто забывают вот и в клипе я люблю детей 1 июня снятые вы тоже убедитесь что это ну советский человек славится он и скандальными романами например с украинской певицей светланой лободой масса ходила слухов по поводу дочери у нее от него и так далее но это как бы официально теле этого не подтверждала у него масса женщин любимых как он говорит у меня многое детей о многих вы не знаете знать не будете поэтому в общем-то скандальный человек у него есть свой сайт называется доктор дик доктор член где он продает свои именные вибраторы он запустил производство водки тысяча бутылок например именных дорогущей которая разошлась тут же ну выпускает обувь для рокеров открыл 2015 году фирму то есть пытается проявлять себя во всех качествах но самое главное конечно певческие качества харизматичный артист выдающийся просто актер это на самом деле тиль линдеман обратите на него внимание очень замечательная личность спасибо за просмотр всего хорошего